Диа Тим Пик Радиант Тим Пик Райбер Итак, всем привет, с вами Фрэнзис, с вами студия Старладер ТВ Мы залетаем на финал фасткапа под номером 800 Точнее, 18736 Уже конец пиков банов Второй день интернешнл групповой стадии Вот-вот будет начинаться скоро, совсем скоро После этой игры как раз можно будет переключаться на него Час остался, я думаю, за час мы успеем и покомментировать Посмотреть с вами фасткапчик, финал фасткапчика И потом переключиться на интернешнл, уже на основные трансляции Поэтому никуда не уходите Сейчас, я думаю, надеюсь, будет плотная заруба И посмотрим, поглядим, давайте ближе по пикам Встречаются у нас команды Вообще, что у нас за команды встречаются? Это за силы света будет играть команда OG Между прочим, да, небезызвестная команда OG Или же Огород Гейминг Да И против них команда Siberian 5 За силы тьмы, соответственно Есть у меня идея, кого бы добавить в пик команде Огород Гейминг Хорошо бы смотрелся, мне кажется, антимаг Объясню причину Тут есть два не особо жадных саппорта Которым, в принципе, большой инвентарь особо и не нужен А вот антимагу они могут подсталкивать И плюс, плюс, что очень важно Тут есть Огрмаг с Бладластом Магнус с Эмпавром И инвокер с Алакрити Поэтому антимаг будет просто разрывать всех Плюс во вражеской команде очень много магического урона Очень много Просто его тотальное множество Его настолько много То, что просто прям аж перебор чуть-чуть, мне кажется Поэтому антимаг зайдет тут как-никак Кстати Кстати, что у команды Siberian 5? Так, последний пик И это Фейслес Войт Ну, в принципе, не знаю Против Виномантера Фейслес Войт Фейслес Войт хорош, да Тоже не отменяем Эмпавра Не отменяем Алакрити С Бладластом Тем не менее Тем не менее, не знаю Мне кажется, антимаг был бы тут получше Хотя и инвокер под купол может неплохо прокаст выдать Поэтому посмотрим Многое зависит от исполнения В принципе, как и всегда В принципе, как и всегда А что же у команды Силы Тьмы? У команды Силы Тьмы, как я понимаю Рубик, Винга, Саппорты Вайпер, Мид, Виномантер На позиции фармящей Ну и Нюкс Ассасин, понятное дело В сложную линию пойдет Хотя сейчас поглядим, посмотрим Будет ли это все действительно происходить На самом деле Или, возможно, команда Сибириан Файв Попробут нас как-то удивить И тогда будем уже мы наблюдать Немножко за другим Развитием на линиях Итак, поехали Смотрим сразу начальные действия Саппортов команд Эвен Йо Фокс Прилетает на центральную линию Имеется у него два варда Должен он сейчас ставить один Да, куда-то сюда И второй Вот примерно На этот холмик Чтобы видеть Вражескую святыню И нижнюю руну Соответственно Итак, смотрим за Эвен Йо Фоксом И... И не, проходит чуть-чуть дальше Может поставит куда-то Вот сюда Не, поставил сюда В принципе Я часто Очень часто Видел этот вард Особенно в последнее время Но все его Ну, в принципе Неплохой, да Видит подходы К вашей вражеской К вашей сложной Прошу прощения Линии Но не видит руны Не видит святыни И не видит Вот маленького Спауна крипов Да и большого В принципе тоже Хотя, если большой Тут будет кто-то бить То, конечно же Вард Спалит Ну, в общем Что есть, то есть А что у нас по вардам У команды Огород Гейминг Тут пока вообще Нет, соврал Один стоит Один стоит Вот он Такой защитный Вардецкий Ну, в принципе Защитный и защитный Что с него взять Пойдут они Да, они пойдут По всей А может и не пойдут А может и пойдут Скорее всего пойдут В сложную линию С виверной С Магнусом Получается А Войт Снизу Останется Стоять Один Или как это Будет происходить Пока мне Не совсем Понятно Потому что тут И виверна Сверху И Огрмак Также имеются Или же Просто пойдут Попытаться Постараться Забрать Забрать Руну Линиям Так, нет Все-таки Саппорты Должны Смещаться Да, понятное Дело То, что тут Будет Саппорт На центральной Линии Один Точнее Непонятное Дело А типичное Дело Типичное Дело То, что Саппорт На миде Правда Я не знаю Как он Может особо Харасить Вайпера Хотя Да, пока У Вайпера Нет Коррозив Скина То может Пока Вайпер Не набрал Определенный Уровень То в принципе Да Не совсем Приятно Вот этому Зеленому Скажем так Змею Стоять Против Игнайта Огрмака Так, а тут На нижней линии У нас Подтасовочи Пошли Подкоп Получает Винтер Виверна Винтер Виверна Получатель Кинезис За Just МРН Точнее Не погоня А просто Нападение На МРН И МРН Отпрыгивает Отпрыгивает И по всей видимости Будет у нас Тут очень веселая Линия И у Вайда Будут проблемы Войдом Мне кажется Будет Хотя Против Виномансера Стоять Тоже Не совсем Приятно Но если Купить себе Допустим Промушил Тут нападение На Винтер Виверну Это Ферст Блат Для Имба Шадоу Так Также могут Забрать Just МРН МРН Извините Прошу прощения Держит его До последнего И Все таки Не Не погибает Не тратит Таймвок И выживает Ну и Войду Будет реально Сложно Тут фармить И мне кажется Самое главное Сейчас Войду Не подставиться Потому что Есть подкоп Есть стан У Винги Нужно По моему мнению Отпевать Фласочку Сейчас Очень срочно Потому что Может это все Неприятно Закончится Да Пьет он Хилен сейл И будет Жив здоров Плюс Виверна его Подхиливает Да В принципе Можно было Думаю Ману и не тратить Тем не менее Он файер Решил уж Хиляться Так хиляться Так 12 крипов Имеется В принципе Дела обстоят У него неплохо Но у Вайпера Еще лучше 16 крипов Притом что Вроде как И Немножечко На себя Огрмага Он скажем так Стянул Плюс Винтер Виверна Теперь стягивается Но Виверна Пока что Не совсем уверенно Это делает Так Воту Хочет Кого-то найти Но пока Находит именно его Или это не Вота Это Шота Наверное Это наверное Шота Так Виверна взлетает Очень неприятно Шота Но тут есть Карапейс Отличный стан По двоим И Нюкс Ассасин По всей видимости Должен уходить Тут также есть Если что На подсейве Эвеню Фокс Эвеню Фокс Так Тем временем На центральной линии Убили инвокера Вайпер в соло Этот фраг совершил Но мы возвращаемся К нашей любимой Нижней линии Тут пока что Все Все тихо Мирно Никто никого Не убивает Ну кроме конечно же Ферст Блада Хотя вот нападение На Винго от Огрмага Но Огрмаг с Виверной Абсолютно Мне кажется Все правильно делают Они просто-напросто Зонят Они зонят своих Точнее вражеских Героев Чтобы Войд мог Пофармить Но у Войда На самом-то деле Не все так хорошо Как могло оказаться Мне кажется Целесообразнее было Оставить Магнуса Снизу А Войда Перетянуть наверх Потому что Войд Это тот персонаж Которому нужно Нужно достаточно Достаточно большое Количество Айтемов Это ПТшечка Это Мом Это какой-нибудь Допустим Майл Штром Это возможно Даже Шадоу Блейд Поэтому Так, ладно Давайте позже Насчет этого Рассуждам Тут было нападение На Имба Шадоу Но Он Фаер Тоже получает Фокус по себе Имба Шадоу Еще должен получить Пару тысячечек Сансрайк летит Сансрайк, да Минус Имба Шадоу От Фокси И далее Погоня за Рубеном Нет, Рубен далеко И в результате Там всего Минус один Так, тут Тыкаются Тыкаются И Не стоит, конечно же Загуливать Персонажам команды Сибириан Файв На сложной линии Давать фраги Явно не кончится Если же смотреть В общем Скажем Отойти От стадии лейнинга И посмотреть На игру Скажем так Под Другим углом То подождите Нападение на Инвокера Инвокеру очень неприятно Пытается он С разворота Вайпера расхарасить Но не получается У него все-таки Ультимейт Вайпера Слишком сильный На начальной стадии Так, Вайперу неприятно Вайперу очень неприятно Сейчас Инвокер Может еще Реснуться И дать по нему Санстрайк Попробовать на ход Фордж ведет Вайпера Вайпер Будет ли Санстрайк От Инвокера Инвокер Санстрайк Ахахах Не тут-то было Не попадает Ну ничего страшного Бывает Так вот Если мы немножечко Отойдем От Игры на линиях От расположения Героев на линиях Как они стоят И так далее Так подождите Только я хочу Рассказать про Что-то более интересное Чем стадия лейнинга Тут же начинается Оно с Какие-то замесы Так Шота получает Игнает по спине Синтикс идет Разменивается По хэпуне Кстати очень сильный И очень жирный Огрмак Так еще одна тычечка По шота должна быть Ой-ой-ой-ой-ой Какой просто Симфони офф скилз От команды Сиберинфайв Погибает в результате Огрмака Шота выживает Джаста Мэрэн Джаста Мэрэн Пытается его найти Так Имба Шадоу Кидает стан По Войду Войду Если прыжок У Войда прыжка Еще нет Еще 5 секунд И Войд по всей видимости Тут должен погибать Да действительно Это должен быть Минус Войд Это даблкил для Имба Шадоу И так же погибнет Тут Виверна Скорее всего Шота дает Стан Хороший стан И тысячечка От Рубена Долетает Это минус 3 От триплы Команды Сиберинфайв Правда там Инвокер забирает Вингу санстрайком А сверху погибает Кстати Виномантер От кого погиб Виномантер Виномантер По всей видимости Погиб от Магнуса Давайте мы Сейчас найдем логи Так-так-так-так-так-так-так Да Диджей Типекс Будем называть его так Диджей Типекс Типекс Ну я не могу Просто это в эфире читать Я думаю Это и так понятно Диджей Типекс Забирает фраг В Солу На Виномантер По всей видимости Через РП Но вот тут уже Приходит Прото И Дает знать Дает понять То что не будет Просто так Отсиживаться И пасти задних Так Нападение на Вайпера На центральной линии Пара саппортов Плюс Магнус Телепортируется Магнус кстати Довольно таки неудачно С телепортировался Если бы сейчас Ультимейт залет По нему То могло бы Все очень неприятно Закончится Но Вайпер дал Свой ультимейт Куда-то Другого персонажа Не заметил я В кого Тем не менее Вайпер минус Вайпер минус А на нижней линии Нападает опять На Джаст МРН Будет пытаться Пробить Нюкса Нюкс получает Стан Так И теперь По всей видимости Проблема у Шота Но Прожимает Нюкс Ассасин Карапейс И по всей видимости Должен уходить Хотя еще непонятно Очень 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 Нагло играют Саппорт и Флейнер команды Коп также и Огрмак Минус Огрмак Тут подходит Рубену Рубену есть Или Кинезис И Блин Ну Крутая игра Реально Хорошая игра Как раз такая Разминочная Перед Интернешнл Чтобы Ввести нас В курс событий Скажем так В Просто Чтобы мы привыкли К экшену Самое главное Чтобы и на Инте этот экшен был Так Тут уже Винтер Виверна Хочет Кого-то Кого-то хочет Так Нюкса спалили Нюкса спалили Нюкс дает Подкоп По Онфайру Онфайр получает Фейтболк Должен получать Этилекинезис Прячется на время В домик Все Я в домике Меня пожалуйста Не трогайся Так Санстрек от Инвокера Очень неприятно Рубену Тем не менее Должен выживать В результате Минус Онфайр Башню кстати На центральной линии Забрал тем временем Вайпера Где все это время Был Инвокер Инвокер решил Пойти Пофармите леса Но как по мне Это на самом деле Не самое правильное решение Оставлять пустую линию И не стягивать туда Допустим Какого-либо Магнуса Или своего Саппорта Но тем не менее Если Фокси чувствовал Что Вайпер его доминирует Вайпер просто идет И рейд кликает То тогда Ничего другого Не остается Либо звать Саппорта Либо Если саппорты Действительно Не могут подойти Потому что Оберегают Все это время Войда Просто Отходить Не фидить И отдавать линию Так и получается Так вайпер С вайпер страйком Наверное Попытается напасть На кого-то Или просто-напросто Даст Включенной Аквилой С аурой Винги С базилой Забирать Тир-1 Вышку И снизу Так тут Подходит Рубен Также там Сзади Имеется Нюксасасин Нюкса еще Шестого Нет Тем не менее Ничего страшного Так там Фокси Убивает Виномансера Через Санстрайк Как я понимаю Так а мы Продолжаем Наблюдать За нижней линией Войт улетает Войт улетает Наверх Наконец-то Приня Приня Это Возможно Победоносное Решение На Десятой Минуте Матча Ну почти Почти на Десятой Там девятая С копеечками Была Тем не менее Тем не менее Вышка падает Отдает ее Команда Огороды Гейминг Или же Сокращенно Оу-Джи Одни вышки Отдают Но взамен Забирать Не получается Так Виномансер Дает гелем Магнуса А почему Магнус стоит Почему Магнус стоит Диджей Тэпекс Он либо завис Либо я не знаю Что-то произошло И минус Магнус От Инваршадо Так И погибает Инвокер Также на центральной Линии Тут ловит Угрмага На телекинез Рубик Так Нюкс Нюкс далеко Хотя нет Недалеко Тут уже вышки нет Поэтому ничего Не навредит ему Джасты МРН Подключается К своей команде Ставит купол По свегу Но свега Очень тяжело пробить Уже очень жирный Вайпер В результате Двойное убийство Для свега Это уже минус 3 От команды Сибириан Файф И пока что Мне кажется Что в одну калитку В одну калитку И никаких аутов Я пока что Нет Ауты есть Ауты на самом деле есть Это подкидываться Подспамливаться Понафармливаться В общем Все положительные глаголы Которые кончаются На Ца Ца Но падает В третья вышка Падает В третья вышка Виномансер Виномансер На самом деле Не все так хорошо Но вот Винтровиверна Не стоит Не стоит Давать фраг Виномансер Но Тем не менее Что ты уже будешь делать Виномансер получает Первый фраг За эту игру И это хорошо Конечно же Для него Так Магнус Магнус Что дал Магнус Отдал Шок Вейв Ну В любом случае Лучше Чем РП Поэтому Да Так вот Может быть Я наконец-то Когда-нибудь Закончу Свою мысль С этой Активной Игрой То что Если взглянуть На данную карту Чуть со стороны То мы получаем Очередной ганг От команды Огород Гейминг И по всей видимости Каждый раз Когда я буду говорить Про взгляд На игру С другой Стороны То мы будем Получать Суперактивные ганги Так Виномансер С разворота Решил дать Ультимейт Гель по Двоим Но мне кажется Это особой выгоды Ему не принесет Фокси с анстрайком Добивает Виномансера Хотя нет Тут Нюхс Ассасин Да заберет он Агрмага Хорошо это минус Агрмаг Виверне неприятно Магнусу тоже Очень неприятно Но была бы Подмога чуть пораньше Возможно бы И что-то получилось Так Рубик Чуть ли не добивает Магнуса Но Магнуса Все-таки Находит И это минус Диджей Тепекс У Магнуса В принципе Не все так плохо Как для оффлейнового Но тем не менее Доминирует Доминирует Пока что Команда Силы Тьмы Поэтому Какой же тут выход Наконец-то Может я скажу Какой же тут выход Может быть У команды Огорода Гейминг Что же им нужно Для победы Все очень просто 5 БКБ 5 БКБ Или хотя бы 3 На Магнусе На Вайде И на Инвокере Потому что Против Такого количества Маг Дэмэджа И Дизейблов Что они будете Делать Просто нереально И посмотрите Вайпер дальше идет Он понимает То что он сейчас Сильный Его останавливать Просто нечем Войт Не может Сплит пушить Током Не может Останавливать Никого Потому что Айтемов Просто-напросто Нет Погибает Огромак Так там Драка идет За Тир-2 Вышкой Снизу Так Нюкс Скорее всего Погибнет Хороший Купол от Вайда Кстати Залетает Сэнстрек По минге Винга Должна Погибать Это минус Винга Также Рубена Могут Забрать Рубен Рубен Выживает Хороший Гель от Прота Прота Еще 50 секунд Нет Позже Новый Прота Прота Ставит Варды Блощит Нет Не Блощит Виверна Виверна Куда же ты пошел Виверна Виверна Погибает Так Диджей Тэпекс Есть У него РП Куда идет Магнус Магнус А что с тобой не так Магнус Дает РП По Веномантеру Веномантер Погибнет Лиджей Сейчас Есть Стики Прожимает Стики Еще одна Тычка По Магнусу Нет Магнус Выживает А вот Веномантер Отправляется В таверну И это В принципе Неплохая Драка Для Команды ОУДЖИ Или же Повторюсь Огород Гейминг Но мне кажется Тут заслуга Скорее Больше Сибирской Пятерки Чем Команды Силы Света В том что Они выиграли Эту драку Тем не менее Вайпер За время Этой драки Успел забрать Вышку снизу Вот он Тир 2 Вышку снизу Вот Свек уже Подошел На центральную Линию Так а тут Нюкс Нюкс В руне Инвиза Хочет Кого то Найти Видит Огромага На варде Можно попробовать Подцепить Либо Огромага Либо Винтер Виверну Но Огромаг Жирноватый Поэтому скорее всего Хочется Виверну Подцепить Так а Войт А Войт бежит Войт хочет Мидас Да Других Решения у него особо Нет Так Рубик Телекинезен Поднимает Виверну На хайграунд С Санстрайком Инвокер Не попадает Не по кому Так дальше Идет погоня За онфайру Онфайру Улетает Магнус пытается Откинуться Шоквейвом И все таки Упала Упала Тир 2 Вышка по центру Свек со своей задачей Справляется Свек пока очень хорошо Отыгрывает Давайте наконец-то Я думаю Переключим На таблицу Нетворцев Что же мы видим Все очевидно Свек на Вайпере На первом месте 7900 Почти 8000 Сейчас имеется Отличная возможность Чтобы забрать Рошана Правда Видели Все это Команда Из Огород Гейминга Команда Огород Гейминга Просто Видела Весь этот заход Но до РП 15 секунд До Купола Так же Поэтому я думаю Должны успевать И должны забирать Рошана Команда Сибириан Пай И по всей видимости Это так и будет Да Забирает Аегис Себе Свек Как его убивать Два раза Совершенно непонятно Хорошая Винтерскерс От Виверны Неужели даже добьют Нет Вайпера не добивают Виверна пыталась добить Чем-то так там Санстрайк Санстрайк не попадает Протограмотно От Мансил И за счет этого Выживает Так Виверна нападает На нюкс Сассина Главное сейчас Под КРПС Не подставится Но КРПС Были КД Поэтому Виверна не подставляется И выживает Войт собирает Себе Мидас Уже собрал Пятнадцатая минута Поздновато Поздновато на самом деле И сейчас нужно Мне кажется Просто-напросто Команде Силы Тьмы Собираться пятером И идти заканчивать Пока у врагов У соперников Не имеются Не завелись В стане БКБшечки Потому что Когда будут БКБшечки То Вся сила Пика Вот этого Виндомантера Нюкса Рубика Вайпера Ну не то чтобы Вся Но очень Большая часть Теряется Так Войт В кустах Спрятался До телепорта Восемнадцать секунд И в принципе Он просто ждет Может так же Покрипскипить А вот Команда Сиберин Файв Уже ждать Никого Не собирается Имеется Егис Нужно просто Сейчас идти На Т2 вышку Сверху Забирать ее Заходить На Т3 вышку Потому что Отбиваться По сути Нечем Главное Не подставиться Пятером Под купол И Раскаст Инвокера А так В принципе Хотя На самом деле Может быть Я и немножко Перегиперболизировал Потому что Все таки Имеет Виверна Заканченный Закаченный Прокаченный Сплинтробласт В 4 У Огрмага Так же Игнает имеется Плюс Инвокер Плюс Магнус Поэтому Наверное Я Чуть-чуть Поторопился С высказыванием О том Что отбиваться Нечем Отбиваться Есть чем А вот Драку Пока Вывести Тяжело Без бкбшечек Особенно Если Инициируют На вас А не Инициируете Вы Но тем не менее Свэк уже Начинает бить С лоу граунда Тир 3 вышку Команды Огород Гейминг Проседает Она проседает Неплохо Потому что Имеется Харрикенпайк А именно В Харрикенпайке Также имеется Драгонлендс Который дает Дополнительную Рэнджу атаки Любому рэнджевому Герою За счет чего Можно вот так вот Стоять И вальяжно Наплевывать Вообще Из-за рэнджа Вышки Главное Подождите Нападение от Магнуса Магнус пытался дать РП с даггера Но Рубик Отличная реакция Будет ли РП 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 Магнус дает РП В последний момент По двоим Инвокер Бластом Просто куда-то Отлетает Два персонажа Команды Сибериан 5 Так-то уже Минус Магнус Минус два Саппорта Команды Сибериан 5 Но тем не менее Идет погоня Идет погоня За Огрмагом Огрмаг откидывает Санна Мне кажется Это он зря сделал Потому что Это его не поможет Хотя Виверна В последний момент Огрмага Подсевливает Но нет Этот уже Не уйдет Огрмаг Минус Свэк заходит Уже поувереннее Поднимается На хайграунд Также До сих пор У него имеется Аегис И Должна падать Вышка Должна падать Вышка И Наверное Стоит отойти После вышки Так Инвокер Чуть шот По шота Не попал Но Нюкс Уворачивается И Выживает Так Фокси Ставит стеночку Так Харикен Пайк Используется От Вайпера Но Нет хроносферы Нет РП Поэтому можно попытаться Но Магнус Хороший Врыв с даггера Увозит он На скьювер Нюкс А Нюкс Какой подкоп По троим Что же ты будешь делать Хотя вот Мы видим Что они будут делать Они будут нападать На Веномансера Это минус Веномансер Нюкс Ассасина уходит Вендету И в результате Не смогли Не смогли Командой силы Смыть Зайти с первого раза На хайграунд Успешно Что же Ждем второй попытки Неужели Так подождите А тут Венга Так подождите А тут непонятно Еще кто Хардленер Я все это время Думал что Хардленер Нюкс Ассасина Хардленер На самом деле Таи Далеко не Нюкс Вот так то да Вот так то да Вот она Моя внимательность Хотя на самом деле Я просто не ожидал Что это будет Венга Офгейнер Я думаю Понятно Почему я не ожидал И так очевидно Но Венга Имба Шедоу играет Через Мом Через Фейзы И Лотар Поэтому В принципе Что я могу сказать Но опять таки Венга Офгейнер Как по мне Венга Это Герой Более Такой Контактный Который Любит На подсейв Не тот Который Любит А просто На подсейв Тем не менее Мы видим Да То что Незер Слаб Даже Имба Шедоу Не качает И в принципе В принципе Для его роли Он особо и не нужен Хотя в единичку Наверное Всегда приятно иметь Допустим Ситуации С тем же Хайграундом Так Подождите Нападение На Свега Свег Свег Очень плотный У него до сих пор Имеется Аегис Так Инвокер Будет Ой-ой-ой-ой-ой Как Свега Пробивает Больно Неприятно Свегу Мне кажется Нужно отдавать Аегис Да Аегис Отдается Войт Ставит купол По двоим Хороший купол Нюкс Станом не попадает Там стоит Вайпер Вайпер Получает Сдф Уже минус Рубик Минус Войт Хороший РП От Магнотавра Тем не менее Это его Не спасает Минус Магнус Минус Виндер Виверна Также погоня Пошла за Огрмагом Выкупает Магнотавр Но Магнотавра Уже нет РП Поэтому я думаю Магнус Может сидеть В таверне Также в таверну Отправляется И Огрмаг Это тройное Убийство Для Свега И падают Казармы Падают Казармы Мне кажется Можно зайти На вторую сторону Потому что Отбиваться Теперь Действительно Нечем Кроме Инвокера Да Инвокер Покидает ЕМП Санстрайки Так Все Увращиваются От ЕМП Мана У всех Остается В достаточном Количестве Можно Переходить На Центральную Линию Команде Сиберин И это По всей Видимости Будет Короткая Игра Хотя Инвокер Себя Показывает Очень Хорошо Какие то мне Кажется Проблемы С компьютером Или с интернетом У Диджей Тепекса Потому что Как то Он с большой Задержкой Дает Свои Скиллы Ну Или мне По крайней мере Так Кажется Так И вот Он пошел Заход На Т3 Вышку На центральной Линии По прежнему Нет РП По прежнему Купа Будет Всего Через Точнее Аж Через 40 секунд За это Время Можно Попробовать Забрать Вышку Чем И занимается Команда Сибирской Пятерки Состоящая Из Сибирской Пятерки Хотя Вроде бы На сайте Указано Что есть Парочка Игроков Из Украины Но Это Не точно Это Не точно Сейчас Это Кстати Можно Будет Думаю Проверить Так Состав 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 Нет Прошу прощения Перепутывая Видимо С другой Командой И действительно Все пять Игроков Из России И не Исключено Из названия То что Именно Все пять Игроков Являются Уроженцами Сибири Или Сибирского Края Поэтому Действительно Я думаю Что могу Назвать Эту команду Сибирской Пятеркой В принципе Название Такое же Только на Английском Языке И так Упала сторона У команды Сил света Падают Так же Святыни Ну Обороняться Нечем Действительно У вас Нет Вижена Вы не знаете Где вас Могут Поджидать Враги И это Плохо Это плохо Потому что Такие игры Обычно Не выигрываются Выигрываются Только после Лютых Ошибок От Врагов Ну да Или Да Он еще может Закомбэчить Против Мега Крипов В такой Ситуации Или Стаклоды Но это Настолько Редко Что Даже Немножечко Точнее Не то Что Немножечко Множечко Не верится В это Так Инблокер Там уже Накастовывает Накастовывает Тренируется А Свек Заходит Свек Заходит У него За спиной Стоит Вся Его Команда Абсолютно Ну ладно Не вся Ладно Не вся Виномансер Вернись Виномансер Хватит Фармить Друг Вернись Вернись Нам Нужен ты Виномансеру Явно Нужно Возвращаться Потому что С помощью Его Четвертых Змеек Можно Не то Чтобы С легкостью Но Не то Чтобы С легкостью Но Они Явно Способствуют Тому Чтобы Зайти Так Вард Поставил У нас Нюкс Ассасин Но Тут Заблаговременно Стоял Сентривард Нападение На Вайпера Вайпера Увозят На Скюри Вайпер Пока что Плотноватый Тем не менее Ему очень неприятно Рубик Рубик прыгает Свега Форстафует Или он сам себя Форстафует Винтер Кёрфс Грубо говоря Никуда Ой-ой-ой Хороший кубок Хороший Сэмстрайк В результате Минус Свег Также пробивают Нюкс Ассасин Нюкс Ассасин Неприятно Ай-яй-яй-яй Что же вы делаете Почему такая Нескомбиненная драка Получается от команды Огород Гейминг Тем не менее Это уже Минус 3 от них Прота Также должен погибать Прота Минус Действительно Это минус 4 Найдут ли Рубена Рубен где же ты Рубен далеко У него есть блинк С помощью которого Он и ушел И даже Несмотря на то Что торнадо Залетело Сразу же в РП Даже несмотря на то Что Винтер Скёрфс Был довольно таки Посредственный Все равно Огород Гейминг Умудряются Отбиться От сибирской пятерки И Продолжают Выживать На этой карте Преимущество Уже не 12 А 9 тысяч У команды Сибириан 5 Тем не менее Все шансы выиграть У них еще имеется Вот Мы видим То что 4,5 тысячи Подняли за эту драку Для себя Команда из Команда из Оу-Джи Точнее команда Оу-Джи И как по мне Да Не нужно было идти Уже если так Играть Потно На уверенности На верочку То Нужно было Ждать второго Рошана Идти забирать его И потом уже Саегисом С сыром Заходить на Т3 Ломать здание Да И плюс мало того Что саегисом И сыром Так Можно не подставлять Так вайпера Вайпер может Плюнуть Отойти Плюнуть Отойти Плюнуть Отойти А все это время Виномайнсер Должен Тыкать Ворды А не стоять Во вражеском лесу Где-то за 3-9 земель В 3-9 царстве В 49 государстве И фармить Вражеские стаки Крипов Ну это просто Вред С миндасом Тем более Ну да ладно Ну да ладно Не будем о грустном Все-таки Пока что команда Сибириан 5 Ведет Может быть Они просто расслабились На секундочку Почувствовали себя Боссами Этой игры Тем не менее Пока что-то не так Но Рошан падает Тем не менее Рошан падает Несмотря на все За и против Вайпер подбирает Аегис Сыр подбирает Венши Фулл Спириту Которая уже Имеется Шадоу Блейд И хочет она Собрать себе Манта Стайл Манта Стайл Ну в принципе Я не знаю На самом деле Как по мне Какая-то Кираса была бы Пополезнее На команду Хотя Манта Стайл Для Снятия с себя Всяких Негативных Эффектов По типу Игнайта По типу Арктик Берна Тоже Как по мне Неплохо И Диффужа Диффуза Блейд Вот я не помню Манта снимает Диффуза или нет По идее Должна снимать Тип развеивания Нормальная Поэтому Манта Да Должна снимать Правильно же я говорю Правильно или неправильно По идее правильно По идее правильно Но Давайте уже переключаться Ближе к тому Что Свек у нас заходит Свек очень близко подошел И зачем же ты так далеко Заходишь Хотя у него Иггисон Может себе позволить Побайтить Поэтому не надо тут Раньше времени Суицид Суицид Суетиться Говорю Сам себе я И падает Т-3 вышка Но не спешат Не спешат команда Сибириан Купол от Рубика Почему по своим Почему по своим Купол поставил Рубен Что за гажа Тем не менее Это не спасает Это не спасает Команду Огород Гейминг От проигранной драки Джаста Мерена Просто Вайпер Заплевывает В спину И ГГВП По всей видимости Действительно Окончательная Мы поздравляем Команду Сибириан Файв С Сы победы В фасткапе Под номером 18 736 Хорошая игра Взяли они Пик на Раннюю доминацию И действительно Ее показали Хорошая игра От саппортов От Парней На Вражес На тяжелой линии Именно Винга Рубик Нюкс Ассасин Мне кажется Сделали эту игру Но конечно же Вайпер тоже Принес Свой Немалый Вклад Ну что же Что же С вами был Фрэнзис С вами была студия Старладр ТВ Спасибо что посмотрели В преддверии Интернешнала Вот такой небольшой каст Через полчаса уже Начинается По всей видимости Второй День Группового Этапа За Интернешнл 2017 Так что Следите Подписывайтесь На социальные сети Старладра Подписывайтесь На мои социальные сети Которые вы можете найти Под стримом Или В описании Вода В ютубе Еще раз Всем спасибо что Посмотрели И Всем Пока